Пришло время расставить точки над «и». Здравствуйте! Сегодня поговорим о роли местного самоуправления в реализации нацпроектов. Призовой фонд конкурса «Лучшая муниципальная практика» по решению Владимира Путина увеличен с 40 миллионов до миллиарда рублей. Президент выделит эти средства из резервного фонда. За последние три года дончане побеждали в этом конкурсе семь раз и получили гранты на общую сумму больше 6 миллионов рублей. Два сельских поселения области – Зимовниковская и Краснокутская – победили во Всероссийском конкурсе муниципальных практик в прошлом году. Первая – в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия». В Зимовниковском районе живут представители 50 национальностей. Живем мы единой семьей. Я так говорю всегда. У нас у каждого есть свое имя, это каждая национальность, есть свое отчество. Это родина, где он родился человек. И есть фамилия. Это наша Ростовская область. За победу в конкурсе Зимовниковское сельское поселение получило грант – миллион 200 тысяч рублей. Купили трактор для покоса травы в новом парке, оборудовали фотозону. Услышали наших людей, украсили центральную площадь новогодними украшениями и подведомственных учреждениям подарили музыкальное оборудование, чтобы они проводили его на улице. Это по спорту, культуре. Краснокутское сельское поселение Октябрьского района признано одним из лучших в стране по экономической политике. Делают ставку на малый бизнес. Строится у нас и цех по охранению овощей, Донской завод высоковольтных опор, цех по производству и хранению чипсов. За 2018 год у нас открыто 33 неударных предпринимателя, 103 рабочих места. За третье место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» получили грант – 480 тысяч рублей. По совету жителей потратили деньги на спортивные тренажеры на четырех детских площадках поселения. Наработки дончан включены в сборники лучших муниципальных практик. Все они были направлены на решение вопросов местного значения. В этом году в активную фазу реализации вступил областной закон об инициативном бюджетировании. На решение любой острой проблемы муниципалитеты смогут потратить до 2 миллионов бюджетных рублей. И подробнее об этом поговорим с председателем комитета законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светланы Мананкиной. Здравствуйте, Светлана Александровна. Рада вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Здравствуйте. Ростовская область стала четвертым регионом в стране, где был принят закон об инициативном бюджетировании. Какова его главная цель? Главная цель этого закона, конечно, поддержать инициативных жителей. Тех людей, которые хотят что-то менять в лучшую сторону в том месте, где они живут. И хотят не просто высказывать свои пожелания, а активно участвовать в реализации вот тех проектов, которые у них родились. Получается, что в нашем регионе инициатива не только ненаказуема, но еще и поддерживается бюджетным рублем. Безусловно, да. Она поддерживается, поощряется. Этот конкурс позволяет привлечь на решение совершенно конкретной задачи или конкретного вопроса, который тревожит жителей, или, быть может, они хотели бы что-то просто поменять, новое привнести. Можно привлечь до 2 миллионов рублей из областного бюджета в случае победы на конкурсе. Как вы, законодатели, поняли, что инициатив так много и что люди готовы вкладывать свои собственные средства? Ну, тут надо отдать должное губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу, потому что именно он выступил инициатором принятия такого закона, закона об инициативном бюджетировании. Вы уже сказали, что мы четвертый субъект Российской Федерации. Это действительно так. Пока на федеральном уровне закона нет, есть пока только вот такая субъектовая практика, и мы четвертый субъект, который пошли на то, чтобы не просто разработать какую-то программу, которая там будет реализовываться год-два, а потом потихоньку сойдет на нет. По инициативе губернатора у нас был принят закон. Это значит, что теперь каждый год мы сможем поддерживать из бюджета вот таких инициативных жителей и, соответственно, инициативные муниципалитеты. Сколько же заявок было подано на этот конкурс и сколько из них в итоге признано победителями? На этот конкурс, который проводился у нас первый раз, подано было 376 заявок. Да, так много. Мы тоже удивились такой активности жителей. Но, с другой стороны, нам стало понятно, что закон этот и постановление в развитии закона очень востребовано. Жители действительно имеют много идей, имеют много пожеланий к власти по решению каких-то вопросов, готовы активно в этом участвовать. Скажите, это благоустройство было в основном? Нет, вы знаете, мы изначально предполагали, что подавляющее большинство заявок, комиссия для себя прогнозировала, что порядка 70-60% заявок будет касаться благоустройства. Оказалось, не так. Благоустройство в общем количестве заявок занимает примерно 38%. Немного. Это из заявок победителей даже. Вот из тех, что я называла, цифры 376, не все были, к сожалению, допущены в принципе до участия в конкурсе, потому что основная причина, по которой были отклонены 68 заявок из вот этого общего числа, это не отсутствие правовых документов на землю или на тот объект, который хотелось бы преобразовать. Понятно, что бюджетные деньги, а речь идет о 2 миллионов субсидий из областного бюджета, не могут быть потрачены на объект, принадлежащий частному лицу или на землю, которая имеет какого-то собственника помимо муниципалитета, или землю, у которой разрешено использование этой земли, не соответствует тому проекту, который хотелось бы там реализовать. Были, конечно, заявки, которые пришлось отклонить из-за того, что они не выполнили одно из ключевых требований конкурса. Оно, как вы понимаете, помимо выдвижения инициативы жителями и помимо участия в реализации, еще подразумевает софинансирование проекта со стороны жителей или бизнеса. И это софинансирование на первый год проведения конкурса было минимально необходимо 1%. Всего лишь? Да, соответственно, если мы с вами просим из бюджета 2 миллиона, то нужно было найти с помощью бизнеса или жителей для того, чтобы реализовать заявку, минимум 20 тысяч. Немного. Но это переходная цифра 1%, а в следующем году это уже будет 5%. И в законе именно так описано, что софинансирование минимальное, оно должно быть 5%, и только на первый год дается вот такой уменьшенный вариант. Но надо сказать, что эта цифра, на самом деле, как показал опыт, не пугает вовсе наши муниципалитеты, инициативные группы конкурсантов. По итогу все заявки, которые выиграли, имеют средний процент софинансирования, 7% софинансирования со стороны жителей и бизнеса совместно. В итоге в заявках мы видим тех, которых победили. Расскажите, пожалуйста, подробнее о каком-то проекте победителей, который вас впечатлил или поразил, или удивил даже. Проектов очень много, они разные. Видно, что за большинством проектов действительно стоят очень заинтересованные люди, заинтересованные местные жители. Ну, если вот так описывать, что, наверное, выделяется из общего числа, это, конечно же, проект, который занял первое место во всем рейтинге, он набрал самое большое количество баллов, это 82 балла. Это проект из моего района, моего, почему? Потому что я избиралась от этого района, это Песчанокопский район, село Развильное. Это проект по созданию спортивной площадки с элементами ГТО. Этот проект интересен тем, что здесь жители вместе с бизнесом обеспечивают 40% софинансирования. Но для этого села это неудивительная вещь, потому что там традиционно есть такая практика, жители для себя ее приняли, и уже в течение многих-многих лет они делают так называемое самообложение. Раз в год с одного двора собирают 100 рублей, всего 100 рублей, и совместно решают, на что направить эти деньги. Например? В целом, получается, у них поселение 250-270 тысяч в год. В основном, как вы понимаете, на это можно навести порядок на какой-то очень небольшой территории, они высаживают цветы на эти деньги, они где-то меняют освещение уличное, сами светильники, сами осветительные приборы. Ну вот такие небольшие какие-то выполняют работы за счет вот этих привлеченных средств. Я была на отчете главы поселения, а традиционно в каждом поселении в Ростовской области, в каждом районе и городе раз в год в обязательном порядке руководители территории отчитываются. Вот я была на таком отчете, где глава очень подробно описывал, на что были потрачены эти деньги, привлеченные с каждого двора. И люди очень хорошо воспринимали эту информацию. А сейчас с появлением закона об инициативном бюджетировании эти деньги становятся той долей софинансирования и возможностью привлечь значительно большие средства из областного бюджета и действительно решать какие-то более масштабные задачи. В данном конкретном случае они, я уверена, к 1 октября, а это именно тот срок, когда должны быть завершены работы по проектам, которые выиграли в этом году, они к 1 октября будут иметь замечательную спортивную площадку в своем парке. В итоге конкурса, мне кажется, можно рассмотреть как лакомцевую бумажку того, чего хотят люди. Безусловно. Мы с вами думаем, что они хотят благоустройства, а они, может быть, хотят библиотеку новую. Ну, вы тут смотрите в корень. Для меня очень отрадно и даже радостно, что наши первоначальные прогнозы относительно того, что проекты в сфере благоустройства будут примерно 70-60% от общего количества, они не оправдались. Таких проектов примерно 38%. И есть у нас проекты и в культуре, и в образовании, и те исключительно спортивной направленности есть проекты. И есть в том числе один из проектов, в котором предполагается переоборудовать библиотеку. Хотят книг новых, так? Хотят новой мебели, хотят нового оборудования, хотят создать современную библиотеку, чтобы это была не такая, знаете, советская изба-читальня, а чтобы это был полноценный такой центр для просвещенного досуга, где можно собраться, поговорить о книгах, о фильмах, может быть, даже вместе посмотреть это. Вот такие проекты тоже есть. Много проектов в сфере культуры касается покупки и оборудования современного в дома культуры. Хотели бы там, наверное, и пить, и танцевать, и как-то активно проводить досуг, и для этого готовы в том числе привлекать средства бизнеса и вкладывать собственные средства. В перспективе, на ваш взгляд, на решение каких местных проблем будет направлен этот закон? Что вы видите уже сейчас? Мне кажется, если рассуждать с точки зрения законодателя, то я бы не ограничивала список этот, и действительно сделала так, чтобы люди имели возможность выбирать, чтобы эти проекты касались любых вопросов местного значения. Вот все, что зафиксировано в 131-м законе о местных полномочиях, чтобы люди на свое усмотрение все это могли делать. А там очень большой список, поверьте. Хорошо. Большое вам спасибо за интересный разговор. Мы очень надеемся, что сможем приехать в какое-то поселение победителей, посмотреть, как реализован будет этот проект. Конечно. 176 у нас победителей. Точно будет, что посмотреть и порадоваться вместе с людьми, которые с этими инициативами выступали, вместе посмотреть, как это открывается, а самое главное, как это работает потом. Еще раз огромное вам спасибо за интересную беседу. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах! Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова